Всем привет! Продолжаем изучать Spring, даже больше Spring Bash Mac. И сегодня мы коснемся темы миграции. Тема миграции. Что такое миграции? И зачем они нам? Представим себе следующую ситуацию. Вы разрабатываете какое-то приложение с нуля. И оно у вас разрастается, у вас появляются новые запросы от пользователей. Или вы хотите сделать какие-то улучшения. И что происходит с вашей базой данных? То есть, когда ваше приложение растет, улучшается, вы вносите какие-то корректировки в базу данных. Вы можете удалять ненужные поля. Вы, наоборот, можете добавлять новые поля. И ваше приложение должно каким-то образом с этим жить. С изменениями в базу данных. И здесь вот нам и, собственно, и помогает механизм миграции. Миграции – это некий механизм по версированию, что ли. Ну, как гид поступает. То есть, гид вам позволяет ввести версирование в вашей... Вашего приложения. Да, собственно, любой папки. Любой папки. А механизм миграции делает это относительно схемы базы данных. Ну, или данных базы данных тоже можно сделать. Относительно Spring Boot'а у нас существует два популярных решения на текущий момент. Это LiquidBase, LiquidBase и FlyWay. LiquidBase и FlyWay. Вот здесь стандартный сайт по сравнению. Как мы видим, FlyWay немного популярнее. Они оба выполняют одну и ту же функцию. То есть, это оба JavaBase, Database Tools for Refactoring и Версирование, да. То есть, рефактор и версирование. FlyWay использует SQL, чтобы определять изменения базы данных. В то время как LiquidBase, он использует, скажем так, язык более верхнеуровневый. То есть, он не привязывается к конкретным базы данных. Хотя, вот мое мнение, это не является большой проблемой на самом-то деле. Потому что в реальности, в реальности вы не будете перескакивать с одной базы данных на другую базу данных каждый день. Если я в проект вообще перепрыгнул хотя бы разок, я имею в виду более-менее зрелый проект перепрыгнул с одной базы на другую, это редкость будет. И так что, то, что здесь используется более верхнеуровневый язык, для которого неважно, какая база данных там лежит внизу под ним. Это, ну, по мне, не такое большое преимущество на самом-то деле. Нет, безусловно, это удобство, но не такое большое, чтобы его прям жирно выделять. Реальные проекты не прыгают с базы данных на базу данных. Может быть, только в самом начале, когда в поиске. Тогда, так там и схема не ясна какая. И в таком случае вообще лучше использовать какую-нибудь нефиксированную базу данных. Например, что там у нас? Монго, Монго. То есть, когда схема не ясная, то можно использовать поначалу, особенно когда вы рисуете какой-нибудь прототип Монго. Ладно, отвлекся я от основного топика. Значит так. На самом деле, то и другое изи. Сегодня мы будем рассматривать именно Flyway. Здесь его минус. Смотрите, нельзя отменить миграцию. Требуется Pro-версия, очень дорогая. Окей. А там придется этот XML писать. Ну, или яму, кому-кому как нравится. Ладно, я это дело закрываю и перехожу к приложению. Первое, что это очень стандартный проект. Здесь вообще ничего нового для вас не должно быть. То есть, я даже непонятно, зачем создал вот этот репозиторий. Здесь самое главное, что у нас есть модель. Модель супер простая, но я специально создал ее простой, чтобы показать просто основные идеи. Показать основные идеи и, ну, собственно, немного пописать SQL-код. Так, что у нас в нашем помп-файле? JPA. Вот этот веб, на самом деле, нам не нужен будет. Самое главное, нам нужен вот этот Flyway. Когда вы будете вот создавать проект через Initial, Initial, да? Вот у вас две стандартные уже, которые внедрены сразу в эту... Сразу, как сказать-то, сразу в Spring Boot внедрены, в экосистему Spring Boot внедрены. То есть, вы можете, вот, подключаем таким же образом. Подключаем MySQL, LabBook, тесты. Поехали. Значит, вот моя база данных. Здесь нужны настройки. Стандартно, как мы поступаем? Вот мы прописываем наши настройки. Наши настройки. И прописываем здесь, например, Create. То есть, что эта строчка означает? Что Hibernate возьмет, прочитает, грубо говоря, вот эти инструкции, вот эти инструкции. И создаст таблицы в соответствии с этими инструкциями. То есть, вот с этими описаниями. Когда у вас уже зрелое-зрелое приложение, вы обычно меняете на Validate. А на стадии прототипом обычно Create или Create Drop. Или, например, если вы пользуетесь H2, там всегда можно Create делать. А Create и Drop, это если вы уже с MySQL каком-нибудь работаете. То есть, более реальной базы данных. Окей, ладно, вот мне нужен Create. И я еще включаю специальную функцию SpringGPageShowSQL. То есть, когда будут выполнены любые запросы на базу данных непосредственно, будет еще логирование. То есть, я увижу его прямо вот здесь вот. Ставим True. Ставим True, True, True. Ну и, собственно, come on, вперед. Поехали. Да, тут нужно было еще закомментировать обязательно Flyway, перед тем, как первый раз запускать в обычном режиме. Мы пока без миграции работаем. И вот наши строчки, волшебные строчки, которые нам нужны будут. Мы их берем и копируем. Копируем и останавливаем. Останавливаем. К слову, еще под механизм миграции обязательно создайте отдельную таблицу. Отдельную базу данных, где нет никаких левых таблиц. Нет никаких левых таблиц. Окей, теперь дальше поехали. Иначе у вас будет ошибка выскакивать, когда вы будете уже подключать непосредственно Flyway. Окей, ну, собственно, что у нас? Давайте я обновлю. Вот фон. Естественно, пока табличка у нас пустая. Теперь едем дальше. Теперь нам нужно воспользоваться механизмом миграции. То есть я вот это зачем скопировал? Flyway, как мы уже прочитали, заполняется с помощью MySQL. Где он заполняется? Вот нужно в папочке ресурсы создать папочку mdb. И в ней создать еще папочку migration. Давайте сделаем это. ID у меня немного лагает. А вот migration. Migration, то есть некая дефолтная папка. Так, и в ней мы создаем вот эти SQL-ные файлы, которые у нас, соответственно, непосредственно за миграцию. Миграцию, миграцию. Ну, давайте создадим. Правило названия здесь следующее. Мы начинаем с большой буковкой V. Затем мы ставим номер. Номер миграции 1. Потом 2 нижних подчеркивания. И название миграции. Допустим, create.phone. И SQL. Все. Теперь я вставляю то, что там было у меня. Вот. Собственно, вот для этих целей. И я создал первоначально, первоначально обычным образом, чтобы самому не писать вот этот MySQL. Это особенно удобно, если у вас уже более-менее... Ну, так вы создали множество таблиц и не дружите особо с MySQL. Как, допустим, писать... Как описывать связи. То вот такой способ. То есть... Create и ShowSQL. Сейчас я в обратный флаг поставлю. Fills у меня он больше не нужен. Здесь я Validate изменяю, поскольку теперь у меня все будет Flyway рулить. Flyway рулить. Вот создаться... Вот у меня теперь вот такая... Давайте я здесь пробел поставлю. Такая табличка с такими параметрами. То есть, в соответствии вот этой таблице. Теперь мне нужно раскомментировать, раскомментировать вот эту штучку, которая у нас ответственна за миграции. Так, делаем импорт. Вот наш первый-первый файл миграции. Ну, давайте запустим и посмотрим... А, нет, подождите. Здесь нужно удалить вот эту базу данных теперь. Drop Table. Drop Now. Окей. То есть, у меня на данный момент пустая база данных. Пустая база данных. Мне вообще нет ничего. То есть, 0 таблиц. Окей. Ну, и теперь запускаем. То есть, я ожидаю, что у меня создастся вот эта таблица, но, естественно, там значений не будет. Мы добавим их через вторую миграцию, тем самым мы проиллюстрируем, каким образом здесь механизм сам осуществляется. Поехали. Так, сервер поднялся. Давайте я делаю обновление. И вуаля. Создалась специальная-специальная-специальная табличка Flyway Schema. И наша, наша непосредственно фон. Наш фон будет. Все как обычно, но смотрим, что здесь интересного. То есть, install, версия, description. Это название файла. Type SQL, script. Чек суммы. Через чек сумму, собственно, проверяется корректность совпадения, совпадения чего, таблиц. Совпадение таблиц. Ну, время и так далее. Окей. Теперь давайте добавим еще одну миграцию. Вот у нас пока пустые поля. Давайте заполним некими дефолтными значениями. Так, вот я создал простой популей, то есть insert, int в табличку фон и здесь с айдишником, а здесь без айдишника. Ну и, собственно, вот значение, которое я ввожу. Motorola, Siemens, года, то есть вот я создал второй файл, создал его по тем же правилам, то есть версия 2, нижние 2 подчеркивания, по платформу и так далее. Здесь я специально с айди и без айди показать, что те правила, с помощью которых мы создали таблицу, они теперь помогают нам формировать айди. А мы какое правило задали? Что у нас автогенерация идет. Окей. То есть здесь я вручную создал, а следующее у меня будет уже нормально. Давайте я запускаю и проверяю. Так. Поехали. Что у нас? Ну и вот Motorola, Siemens, 1, 2. Отлично. Теперь едем дальше. Предположим, у нас следующая ситуация. Наше приложение развивается и мы хотели бы добавить еще одну дополнительную информацию. О, а именно... Давайте мы Honor добавим. Значит, private string. То есть, допустим, мы переписали этот класс во владельца, во владельцев телефонов. То есть, какой-то... ну, владелец в общем. Да не важно это на самом-то деле. Давайте я теперь создам еще один файл миграции. V3, version3, нижнее подчеркнение, и alter, alter phone, alter, alter phone SQL, alter phone SQL. Теперь я хочу написать код, с помощью которого, собственно, я это изменю. Так, как у нас там таблица-то фон, да, называлась? И пишем alter, alter, table phone, я хочу добавить табличку. Колумб, колумб, какой колумб? Owner, и какие у него свойства. Варчар был, типа у нас был, да? Варчар, ну, допустим, 255 стандартно. И теперь давайте я еще, знаете, что сделаю? Я добавлю поля. Я добавлю поля, я добавлю поля. То есть, изменю. Я вот эти-то добавил. Так, где это? Вот это поле. И у меня вот здесь вот в табличке-то теперь будут с нулями. А я не хочу, чтобы с нулями были. Я им сразу, вот этим базовым двум, добавлю поля. Здесь я использую стандартную update, фон. Давайте вот так вот. Set owner, допустим, Дима, where id. Дима у меня была под леницей. А здесь, допустим, Eugen. Ну и два. Ну и давайте запустим. То есть, я... Что я ожидаю? Я ожидаю увидеть, что у меня база данных апдейтилась. И заполнилась еще дополнительными полями. Ну и, собственно, вот Дима, Eugen, Motorola, Simons. То есть, добавили поля. Окей. Теперь, допустим, следующую ситуацию. Сделаем давайте еще одну миграцию и закончим на этом. Допустим, я хочу теперь... Я посчитал, что какое-то поле лишнее. Какое-то поле лишнее. Что я делаю? Я снова создаю файл миграции. Вставлю версию. Два подчеркивания. И, допустим, remove field from... Ну, for. Например, вот такое вот название. Пишу alter, table, phone, drop, column и... Какое там название? Давайте year я удалю. Давайте я удалю year. А здесь я его просто закомментирую. И запущу. Ну и, собственно, вот наша теперь база данных, она немного редуцировалась, уменьшилась. Да? Мы ее сократили. Поле year больше здесь не существует. Не существует. То есть, вот таким образом мы накатываем какого рода изменения на нашу схему. На нашу схему. И, как мы видим, здесь ведется-ведется история. И ведется... Ведется история изменений. И, чтобы у нас не было различных проблем, здесь считается чек-сумма. Угу. Такс. Ну, в принципе, это достаточно простой здесь вариант-то у нас. Мне не очень нравится только, что здесь откатывать нормально нельзя. Схемы... Хотя, с другой стороны, это можно обойти. Можно же просто этими... Нет, все-таки это плохо, что нельзя явно откатывать. Явно нельзя откатывать. Ладненько. То есть, что мы здесь видим? То есть, при старте приложения, при старте приложения каждый раз, у нас наш вот этот механизм, да, он посмотрит уже, какие миграции были осуществлены. И если мы добавили новые миграции, то Flyway со SpringBomb, они организуют нам вот эти новые миграции. А если не было, то и нет никаких проблем. Ну, и все. Пожалуй, на этом предлагаю закончить. В следующий раз... Или не в следующий... Ну, как-нибудь разберем Flyway. Это такой вот простой вариант, простой вариант. В принципе, хотя вот здесь вот есть еще настройки. То есть, если вы хотите программно использовать Flyway, то есть, я имею в виду через Java-код, там какого-нибудь использовать Data Source, то вот здесь вы можете прописать еще настройки у Flyway, если что. Если вам нужно какое-то более сложное. Но Flyway, как я понял, это... Ну... В общем, достаточно простой и... Ну, своей популярностью даже эффектный такой. Хотя, ладно, не буду размышлять. Все же, я с ним толком-то и не работал никогда. Вот. Буквально... Буквально полчаса... Ну, ладно, час я с ним работаю. Ну, ладно, все, хватит. Изучаем Spring. See you next time. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok